Здравствуйте, меня зовут Инна Ивановна Яловинская, я врач от риноларинголог Реалклиник. Сегодня мы с вами поговорим о хронических ринитах и зависимости от сосусуживающих капель. Многие пациенты приходят на прием, которые используют сосусуживающие капли в течение 3, 5, 10, 15 лет. Задача врача – прервать использование этих капель и помочь пациенту, потому что у пациентов настолько зависимость такова, что у них паника, когда этих капель нет в зоне досягаемости. Эту зависимость можно победить и помочь пациенту. Обязательно мы осматриваем пациента, проводим ириноскопическое исследование, исследование носа с помощью эндоскопической диагностики. По необходимости проводим компьютерную томографию пазух носа, чтобы определить состояние пазух носа, не влияет ли на эту зависимость. И обязательно дифференцируем аллергический процесс полости носа от вазомоторной реакции, которая возникает просто за счет использования капель. Чаще всего пациенты привыкают к каплям после вирусных инфекций, когда возникает обычный насморк или риносинусид. И привыкают те пациенты, которые страдают аллергическими насморками при длительном использовании. После пяти дней идет привыкание к этим каплям. Менять эти капли по дорогому названию никакого смысла нет. У них эффект один и тот же. Привыкание к каплям происходит по причине кавернозных тел. Кавернозные тела у нас есть в носовых раковинах. И когда поступают сосудосуживающие капли, кавернозные тела сокращаются. Нет капель, кавернозные тела увеличиваются, отекают и пациент не дышит. Наша задача на первом этапе это помочь пациенту с помощью консервативной терапии. То есть мы обучаем пациента, как отказаться от капель. Прежде всего это уменьшить дозу препаратов сосудосуживающих. Вначале мы концентрацию препаратов уменьшим. Потом уменьшить количество. То есть эти капли надо считать по каплям. Пациент должен давать капли в нос только по мере выраженного отека. Когда кавернозные тела не получаются сосудосуживающие препараты, они уменьшаются самостоятельно. Это происходит хорошо у молодых. Этот период может занимать от недели до двух недель. Конечно, мы назначаем пациентам топические кортикостероиды, которые уменьшают отек носовых раковин, такого вспомогательного характера. И дают возможность пациентам отказаться от капель. От капель нужно отказаться обязательно, потому что, во-первых, это токсическое действие на организм. Они провоцируют гипертонические кризы, гипертоническую болезнь, потому что эти капли пациент глотает внутрь. Далее затрудненное носовое дыхание связано с гипоксией головного мозга. У таких пациентов зачастую головные боли, приступы мигрения. У таких пациентов за счет выраженного затруднения функции носового дыхания еще образуются в полости носа корки, которые связаны с сухостью, и присоединение вторичной бактериальной инфекции. Таким пациентам мы обязательно назначаем увлажнение полости носа с помощью солевых растворов. Если у пациента есть наличие корочек в носу, и мы видим бактериальную инфекцию, обязательно мы берем бак-пассив из полости носа, определяем флору в полости носа, и можем дополнить лечение еще и с учетом мазка. Это могут быть антисептические и местные антибактериальные препараты. Зачастую у пациентов консервативная терапия не дает эффекта. Такие пациенты тоже бывают, особенно если это пациенты, которым больше 50 лет, которые страдают хроническими заболеваниями в виде гипертонической болезни, броняяльной астмы, аллергического ринета, сахарного диабета. Тогда таким пациентам предлагаем мы оперативное вмешательство. Оперативное вмешательство заключается в исправлении искривленной части носовой перегородки, так называемой септопластика, и уменьшение носовых раковин путем разрушения кавернозных тел, это вазотомия или конхотомия. Хирургические методы помогают раз и навсегда решить у таких пациентов проблему. Продолжение следует...